Я заметила вот такое хорошее качество вот в людях, вообще во всех и в себе тоже, это то, как у людей меняются постоянно к себе стандарты. Мне, например, вот в 17 лет, мне казалось, что в 23 года мне для счастья нужна будет только красивая внешность, это вот была цель одна. Достало 23 года, в принципе, я выгляжу так, как хотела выглядеть там тогда, но счастье это не приносит, появились другие какие-то цели, вот какие-то финансовые, да, если я их не добьюсь, то я буду самым грустным человеком в мире, мне кажется, вот, потом духовные цели и так далее, то есть это процесс беспрерывного совершенствования, это очень хорошо, что постоянно за новой целью следует другая. Ребята, всем здорово, Саныч, на сайте, вот какой-то высокой духовной такой тонкости, так позволю себе выразиться, да, вот челочка, короче, чаечка, вы мне поняли, да, вот такие у нее цели, да, вот все внешность соответствует, да, вот в 17 лет, в доске, там, денежки заработать, да. Мне пишут иногда в комментариях, Саныч, ты только вот там жухой чайчик, их трахать, да, а как же поговорить, а как же душу уделить? Встречайте, встречайте, вот души-изливательницы, да, вот, вы изливайте их свою душу, она тебе расскажет, какие-то цели были в 17, 23, как она заходилась на своей внешности, нога сучки подпелить, тут, да, пилочкой, да, вот этим брасматиком, там, это, что-то подмазать, да, а потом денежки пойти на работу заработать, ой, бля, заснул бы 8 раз уже, при этом, да, у меня уже хер бы 4 раза поднялся, 4 раза упал бы, потому что от этой унылости, да, ребята, поэтому надо брать их запаску на кулак наматывать и делать ее, и изливайте душу, вот так вот, и посрать, и еще хлопайте, потому что, ребята, вот для чего они нужны, и попробуйте мне перейти в комментариях.